В комментариях к предыдущему видео справедливо заметили, что количество повторений, которые вы сможете сделать в подходе, будет напрямую зависеть от того, сколько времени вы перед этим подходом отдохнете. Так что можете начинать сколотить свой любимый напиток, потому что сегодня я вам расскажу, какой из интервалов отдыха будет самым эффективным. Короткий, до 30 секунд, средний, 1-2 минуты, или большой, то есть 3 минуты и более. С вами Антон Кучумов, канал Street Workout, и мы начинаем. Но перед этим я хочу сказать слова благодарности всем тем зрителям, которые стали спонсорами нашего проекта на сайте Boosty. Именно благодаря вашей поддержке у нас появилась возможность нанять монтажера, который каждый месяц монтирует наши ролики. Мы уже собрали необходимую сумму для того, чтобы выпускать 4 видео в неделю, и учитывая, сколько времени сейчас уходит непосредственно на подготовку материала к каждому ролику, вряд ли мы сможем выпускать видео чаще. Но это только начало, потому что мы хотим сделать наши ролики также более красивыми, информативными и наглядными. И для этого будем впоследствии нанимать иллюстратора, дизайнера, 3D-визуализатора, я не знаю, кого еще, для того, чтобы делать картинки и видеоряд к той информации, которую я озвучу, чтобы все шло не просто текстом и голосом, но также наглядно демонстрировалось. Сейчас для этой цели я ищу в интернете материалы, но далеко не всегда можно найти то, что мне нужно. Поэтому мы уже начинаем, продолжаем собирать деньги на то, чтобы получить возможность нанимать иллюстратора. Если вдруг вы этим увлекаетесь и хотите помочь нашему проекту, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Я скажу, как со мной связаться и обсудим условия. Ну а теперь к теме сегодняшнего видео. Если говорить про короткие промежутки отдыха, то есть 30 секунд и менее, то такой подход действительно создает значительный метаболический стресс для организма и способствует наращиванию анаболических процессов с этим связанным. Это с одной стороны. Но с другой стороны, небольшое время отдыха также будет означать, что атлет не успеет полностью установить свои силы к следующему подходу и даст в нем нагрузку меньше. Вот в этом исследовании сравнивали несколько тренировочных подходов. Первый был направлен на гипертрофию. И в нем человек делал подходы с отдыхом 30 секунд между ними и 3 минуты между упражнениями. В силовом подходе он делал строго 3 минуты отдыха между каждым подходом. И в комбинированном он делал первые несколько подходов с отдыхом 3 минуты между ними. А перед последним подходом отдыхал всего 30 секунд. И в результате выяснилось, что наибольшая концентрация гормона роста после тренировочного времени именно была в той группе, которая делала подходы в стиле на гипертрофию. То есть с отдыхом всего 30 секунд между подходами. Однако такое короткое время отдыха будет приводить к тому, что у человека просто не будет возможности полностью восстановиться. И в последующих подходах он будет вынужден давать себе меньшую нагрузку. Вот в этом исследовании сравнили, как будет изменяться общее количество повторений, общий тренировочный объем в зависимости от времени отдыха между подходами. И взяли варианты 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 3 минуты и 5 минут отдыха между подходами соответственно. Вы можете наглядно увидеть, что если вы отдыхаете всего 30 секунд между подходами, то ваш общий тренировочный объем будет значительно ниже. Таким образом, короткие интервалы отдыха не будут являться оптимальным вариантом, потому что с одной стороны действительно у вас есть повышенный уровень метаболического стресса, но с другой стороны пониженный тренировочный объем. С длинными промежутками отдыха 3 минуты, 5 минут между подходами обратная проблема. Да, действительно, вы будете выполнять большее количество повторений, сможете сдать себе большую нагрузку и получить больше тренировочный объем. Но при этом уровень метаболического стресса, который важен для роста мышц, будет ниже. И концентрация гормона роста в крови после тренировки будет ниже по сравнению с тренировками, с более короткими промежутками отдыха. Из-за чего этот вариант отдыха тоже не является оптимальным. Вот в этом мета-исследовании собрали результаты 35 работ, которые действительно показали, что при отдыхе в 3-5 минут с нагрузкой 50-90% от одноповторного максимума вы сможете сделать большее количество повторений, чем при более коротком отдыхе. Но это чисто для тех, кто хочет, чтобы действительно все наши слова были подтверждены какими-либо фактами. Но это вот еще одно исследование, которое подтверждает, что при более коротких периодах отдыха уровень концентрации гормона роста в крови будет выше. Может показаться, что использование средних периодов отдыха в 1-2 минуты между подходами будет оптимальным вариантом. И исследования действительно это подтверждают. Во-первых, основная часть силовых возможностей восстанавливается уже спустя первую минуту после окончания выполнения подхода. А во-вторых, с течением времени организм адаптируется к использованию таких коротких промежутков отдыха и первоначальная потеря в интенсивности и тренировочном объеме нивелируется за счет этой самой адаптации. Расширяется сеть капилляров, повышается плотность митохондрии в мышцах и также улучшаются возможности клетки по накоплению и транспортировке ионов водорода. Что в общем и целом приводит к тому, что у вас появляется возможность давать себе более высокую нагрузку, не увеличивая время отдыха между подходами. Но говоря об этом, нельзя упомянуть и другой факт. А именно, что некоторые исследования показывают, что первоначальная разница в уровне гормона роста после тренировки с течением времени исчезает. Так, на горизонте в 5 и 10 недель разница между минутой отдыха и тремя минутами отдыха в подходе не оказывает влияние на количество гормона роста в крови. Скорее всего, это связано с тем, что организм просто адаптируется к тому, какую нагрузку вы ему даете и перестает на нее так хорошо реагировать. Что мы имеем по итогу? Если вы тренируетесь ради внешнего вида и мышц, то оптимальным вариантом будет использование 1-2 минуты отдыха между подходами. При этом время от времени вкидывайте другие варианты тренировок, когда вы отдыхаете значительно меньше, например, 30 секунд или 45 секунд между подходами, или наоборот, когда вы отдыхаете гораздо больше, то есть 3 или 5 минут между подходами, для того, чтобы дать своему организму новый вариант нагрузки и заставить его адаптироваться к изменившимся условиям. Если вам понравился этот ролик и вы хотите, чтобы в мире русскоязычного фитнес-ютуба было больше научной и проверенной информации, то вы всегда можете поддержать нас, заказав себе вот такую футболку сегодня на сайте нашего спонсора, магазину WorkoutShop.ru. Помимо классных футболок, у них также есть весь необходимый инвентарь для тренировок дома и на улице, начиная от перчаток и заканчивая домашними турниками, утяжелителями, кольцами. В общем, все, что вам может пригодиться. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. Если у вас есть пожелания, предложения, идеи, то пишите о них всех в комментариях. Мы все комментарии читаем. Лучше мы ставим сердечки, потому что они согревают своей теплотой нас в это прохладное время начала весны. Был рад вам рассказать эту тему и надеюсь увидеться с кем-нибудь из вас на уличных площадках вашего города. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok